Суд Парижа в понедельник 1 марта признал бывшего президента страны Николая Саркази виновным по делу о коррупции и торговле влиянием, по делу о прослушивании разговоров. Как передает канал Тернации со ссылкой на BMF TV, Саркази приговорили к одному году тюремного заключения и к двум годам лишения свободы условно. Это первый в истории Французской Пятой Республики случай, когда бывший глава государства получил реальный тюремный срок. Саркази признали виновным в том, что он оказал протекцию экс-суде Кассионного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о расследовании незаконного получения средств на президентскую кампанию 2007 года со стороны дочери основателя кампании Лореаль Лилиан Бетанкур. В приговоре подчеркивается, что совершенные преступления имеют особенную тяжесть, так как были совершены бывшим президентом республики. Он воспользовался своим положением, политическими и дипломатическими связями, чтобы вознаградить магистрата, сказала судья. Сейчас против Саркази расследуют еще одно дело о незаконном получении средств от ливийского руководителя Муаммара Каддафи. В октябре 2020 года было предъявлено обвинение в получении 5 миллионов евро от Каддафи в 2007 году на финансирование президентской кампании во Франции. Деньги якобы переводил в 2006 и 2007 годах ливанский предприниматель Зиядин Токиддин, заявление которого и началось разбирательство.